МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надо будет доказывать в судах незаконность обогащения. Поможет ли новое ведомство решить вопрос? Страсти вокруг выборов кипят в Турции. Ведет предвыборную кампанию бок о бок с главой террористической организации. В чем обвиняют друг друга кандидаты в президенты? Новые подробности появились в шокирующем деле об убийстве отцом троих детей в Актау. Прокуроры считают, что мотивом могла стать ревность к своим чадам. Дело они уже передали в суд. Отмечу, следствие длилось два месяца. 36-летнему Актауству грозит от 20 лет до пожизненного срока, уточнили в надзорном органе. По реалитатам изучения прокуратуры области составлен обвинительный акт в отношении подозреваемого Есено по статье 99-й части 3-го уголовного коза, то есть убийства малолетних лиц и последний пред на суду. В настоящее время уголовное дело поступило в суд. Окончательная оценка действий нового лица будет дана судом. Напомню, трагедия произошла в Актау в марте этого года. Дети приехали к отцу на каникулы из Атрау, где проживали вместе с матерью. Супруги около года были в разводе. По версии следствия, мужчина привел их в квартиру, в которой шел ремонт и поочередно убил. Трагедией закончилась драка возле одного из ночных клубов в Актау. Погиб 36-летний мужчина. По данным полиции, возле заведения произошла потасовка между потенциальными посетителями и охранниками. Причиной стало то, что последние не пустили отдыхающих внутрь. Завязалась словесная перепалка, а охранник ударил одного из мужчин. В итоге, через несколько часов тот скончался. В полиции завели уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 12 лет тюрьмы. Сотрудниками полиции задержан 31-летний подозреваемый и арестован на 2 месяца санкции суда. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался в больнице. Досудебное расследование продолжается. В данное время иная информация в интересах следствия не разглашается. К слову, после инцидента возле четырех ночных заведений Актаус максимальной проходимости установят стационарные посты полиции. Более 600 ултаусцев назвали себя жертвами очередной финансовой пирамиды. Их ущерб оценили в 124 миллиона тенге. Работала незаконная контора под видом привлечения инвестиций в некий проект. Сейчас под подозрением находятся четверо. Это жители Ижисказгана, Алматы и Астаны. Начато досудебное расследование. Указанные лица были установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улутау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями АФМ. В настоящее время проводится досудебное расследование. Сразу пять законопроектов по возврату незаконно приобретенных активов принял в работу Мажелис. И уже на начальном этапе еще не проработанные документы вызвали полемику среди депутатов. Эрмурат Абапи не устроила их формулировка. Он считает, что предметом должны стать не приобретенные, а именно незаконно выведенные активы, поскольку обозначенный масштаб саботирует поручения президента. Иоанн Гладкова расскажет подробнее. В пленарное заседание Мажелиса депутат Магирам Магирамов оглашает принимаемые в работу законопроекты и их цели. Казалось бы, формальность самая трудоемкая и спорная впереди. Но даже на этом этапе разыгрался спор. Эрмурат Абапи не устроила формулировка будущих документов. Президент Токаев говорил о возврате незаконно выведенных активов. А здесь написано «приобретенных». Их же узаконили и потом купили. И получается, здесь название законопроекта надо расширить, масштабировать. Я думаю, был саботаж своего рода заинтересованных лиц. Если будем подходить к законопроектам вот так, то мы провалим политику президента. Замечание Абапини оставил без внимания спикер Мажелиса. Ерлан Кушанов подчеркнул, что прийти к консенсусу коллеги еще успеют. Обсуждение законопроектов впереди. Ваше предложение мы, конечно, примем, но сегодня мы не обсуждаем, а берем в работу по регламенту. На заседаниях рабочих групп, на пленарном заседании будем рассматривать эти законопроекты. Тогда вы сможете сделать свои предложения. Магирам Мамедович, примите во внимание предложение уважаемого депутата Абапи. Возвратом активов будет заниматься отдельный орган при Генеральной прокуратуре. Кроме этого, будут созданы специальный госфонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления. Я считаю, что основной пул таких средств уже поступил к нам. Как только мы исчерпаем пул добровольных возвратов, мы столкнемся с тем, что Республике Казахстан надо будет доказывать в судах незаконность обогащения и незаконность этих средств. Напомню, на сегодняшний день в страну возвращено 670 миллиардов тенге. Яна Гладкова, Нуржан Махмутов, Алмаш Жулубаев, Astana Times. И к новостям в мире. В отношении экс-президента США Дональда Трампа назначено очередное судебное разбирательство. На этот раз по делу о фальсификации деловых документов в связи с выплатами двум женщинам за их молчание о связи с миллиардером. Слушание начнется в марте 2024 года, то есть всего за несколько месяцев до выборов президента, в которых Трамп планирует участвовать. Бывший хозяин Белого дома не успевает выбраться из одного скандала, как тут же попадает другой. Недавно его признали виновным по делу о домогательствах писательницы и журналистки Джин Кэррол. По приговору суда жертва приставания получила 5 миллионов долларов. А накануне она подала еще один иск уже на 10 миллионов долларов. Страсти вокруг президентских выборов накаляются и в Турции. Эрдоган или Калычдар Углу. Второе-то у голосования уже началось за рубежом. И соперники не отказывают себе в разных приемах политической борьбы. Так, кандидат от оппозиции Кемаль Калычдар Углу обвинил Эрдогана в клевете. Граждане Турции, живущие за рубежом, уже выбирают нового президента. Для них уже открыты пункты голосования. Больше всего зарегистрированных турецких избирателей проживает в Германии. Там их около полутора миллионов человек. Мнения разнятся. Я не против Калычдар Углу, но он вечером не помнит, что говорил утром. Мне 57 лет, но я никогда такого не видел. Он крутится, как мячик. Мы надеемся на Калычдар Углу, потому что Турции нужны демократия и мир. Мы голосуем за него, чтобы он изменил ситуацию. Мы не можем продолжать в том же духе. В течение 21 года мы видели только войну, только пленных. Он просто строит тюрьмы, сажая всех за решетку. Он строит новую тюрьму для людей. Мы этого не хотим. Это выбор народа, но что касается меня, я думаю, будет лучше, если Эрдоган победит. Я думаю, что он должен продолжать бороться с террористами так, как он это делает уже сейчас. Это было бы к лучшему для всех, в том числе для людей, которые живут в этих районах. Выбор предстоит сделать между действующим президентом страны Риджепом Таибом Эрдоганом и единственным кандидатом от оппозиции Кемалем Калычдар Углу. Сейчас их разделяет 4 с лишним процента. Чем ближе день Х, тем сильнее накаляются страсти между кандидатами. К примеру, оппозиционер назвал действующего президента фальсификатором. Зато Эрдоган сослался на видео, на котором якобы запечатлен Калычдар Углу вместе с курдским боевиком. К слову, курды вызывают в Турции особый трепет, поскольку рабочую партию Курдистана турецкие власти считают террористической организацией. Калычдар Углу ведет предвыборную кампанию бок о бок с главой террористической организации. Будут ли мои граждане голосовать за них? Человек, который совершает мошенничество, не может стать президентом. Он сам признался, что они подготовили сфальсифицированные видеоролики, которые они показывали и рассказывали гражданам. Нашумевшее видео стало вирусным в соцсетях, а слово «монтаж» стало трендом в Твиттере в Турции. До второго тура остались считанные дни. Воскресное голосование определит не только победителя, но и путь развития, по которому страна будет проходить ближайшие пять лет. В частности, президенту предстоит справиться с 85% инфляцией и поднять курс лиры по отношению к доллару. Ергалира Мазанула, Анара Сюмбаева, Астана Таймс. Космужамар Тукаев прибыл в Москву на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится уже завтра. А сегодня глава государства примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире». Кроме Тукаева, на форуме будут участвовать лидеры России, Беларуси, Кыргызстана, а также с видеообращением выступит глава Китайской народной республики. О сердечном разговоре с Космужамартом Тукаевым рассказала премьер-министр Италии. Джорджа Мелони в своем твиттере рассказала о телефонной беседе, в которой президент Казахстана выразил соболезнования всему итальянскому народу в связи с гибелью 14 человек в разрушительном наводнении. Напомню, глава правительства Италии должна была посетить Астану в минувший понедельник. Однако из-за трагедии в регионе Эмилия Романия визит отменили. Сегодня состоялся телефонный разговор с президентом республики Казахстан. Сердечный разговор, подтвердивший прекрасный уровень двусторонних отношений между Римом и Астаной и общую заинтересованность в их дальнейшем укреплении. Благодарю президента Тукаева за выражение соболезнования правительству Италии в связи с жертвами наводнения в Эмилии Романии. Жители пострадавшего региона Италии до сих пор не могут вернуться в свои дома. Большая вода еще не ушла. Сошло более 300 оползней и до сих пор закрыты свыше 500 дорог. Наибольший ущерб нанесен в знаменитой фруктовой долине, где выращивалась большая часть итальянских абрикосов и киви. Все подробности у моих коллег. Это все, что осталось от некогда цветущей долины в итальянской Эмилии Романии. Разрушительное наводнение, практически свело на нет. Многолетние усилия фермеров. Большая вода держалась несколько дней, тем самым фактически убила корни растений. Подсчитано, что придется выкорчевывать до 15 миллионов деревьев и кустов. Это абрикосы, персики, нектарины, сливы, яблони, груши и киви. Потери трудно посчитать. Урожая не будет ни в этом году, ни даже в ближайшие несколько лет. Погибли все насаждения киви. Я надеюсь, что абрикосовые деревья все еще живы, но вода еще не вся ушла. Река высохла, ее долгое время не чистили. Она была завалена мусором. Все знают, что вода не может течь плавно, если русло перекрыто. По моему мнению, если бы река не была перекрыта, не было бы таких огромных потерь. Реки вышли из берегов после проливных дождей на севере Италии. За 36 часов там выпала подугодовая норма осадков. Погибли 14 человек. Тысячи остались без крыши над головой. Многим эвакуированным, а их 36 тысяч, до сих пор нельзя возвращаться в свои дома, поскольку вода еще не ушла. Некоторые пытаются вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно. Другие намерены сменить регион, поскольку здесь их уже ничто не держит. Все разрушено. Я потерял все. Ничего не осталось. Придется снимать другой дом. Мой непригоден для жилья. Мы возлагаем наши надежды на помощь государству. Нарушит ли она все проблемы? Правительство Италии выделило 2 миллиарда евро для восстановления хозяйства. Точный размер материального ущерба еще никто не подсчитывал. Но уже понятно, что оно исчисляется миллиардами. К слову, в наиболее пострадавшем регионе Эмилия Романия производилась более 20% итальянских абрикосов и более 10% персиков и нектаринов. Продолжаем выпуск. Средства нацфонда начнут служить интересам народа. Так, о проекте нацфонд детям высказался Ирлан Карин. Госсоветник отметил, что одна из ключевых президентских реформ вошла в этап правового оформления. Сегодня депутаты Мажелиса взяли в работу законопроект по вопросам этих выплат. Они должны начисляться уже с 1 января следующего года всем казахстанцам до 18 лет. Напомню, инициативу о распределении доходов национального фонда глава государства озвучил в своем послании в сентябре минувшего года. Реализация проекта главы государства нацфонд детям позволит молодым казахстанцам по достижении ими совершеннолетия улучшить свои жилищные условия или получить образование за счет средств национального фонда. Таким образом, важнейшая социальная инициатива президента получит правовое оформление и средства нацфонда начнут служить интересам народа. Абсурдным назвал налог на сбор ягод и грибов мажелисмен Магерам Магерамов. Депутат возмутился, будто в стране все важные дела и задачи выполнены, а остались только грибы и ягоды. Поскольку собирают их, как правило, старики и дети, от которых ждать пополнения бюджета в виде штрафов цинично и нерационально. Из кого правительство собирается взимать налоги? С них, что ли? И их же потом хотите штрафовать за незаконные сборы? Эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы, при том, что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется. Магерамов обвинил правительство в неумении разбираться в проблемах и принимать эффективные меры. Вместо этого депутат предлагает ввести налоги на вредные продукты питания. Отмечу, они действуют в Дании, Эквадоре, Египте, Франции, Венгрии, Мексике и США. Налог для поддержки общественного здоровья достиг своих целей. В странах, где введен данный вид налога, до 70% производителей и продавцов продуктов питания снизили содержание вредных и облагаемых дополнительным налогов компонентов. Мы полагаем, что правительству следует повышать налоги как раз на вредные для здоровья продукты, а не на полезные, как ягоды. Ридер ТЭЦ все-таки передадут в коммунальную собственность. Об этом сообщил Аким Восточно-Казахстанской области. Даниил Ахметов уточнил, что с владельцами удалось договориться. И сейчас ведут переговоры с подрядчиками, которые займутся ремонтом оборудования. Эти работы должны завершить к 15 сентября. Сегодня мы достигли соглашения с владельцами ТЭЦ, что они запускают нас уже в оперативное руководство и в оперативное управление. Это позволяет нам юридически правильно начинать уже ремонтные работы. И мы приступили уже к конкретной фазе начала ремонта капитального практически всех котлов Ридер ТЭЦ. И не только котлов, но и всего оставшегося оборудования. Напомню, после аварии на ТЭЦ сменился собственник. Он обещал вложить в модернизацию и ремонт около 7 миллиардов тенге. Однако слова не сдержал. Кредиторская задолженность монополистов достигла 3 миллиардов тенге. На владельцев теплоцентрали поданы иски в суд. Четвертый год не могут сдать общежитие для студентов одного из колледжа Петропавловска. Рассчитано оно на 244 места, а сам проект обошелся в 1 миллиард тенге. Долгострой уже сменил одного подрядчика. А новая стройкомпания должна была ввести соцобъект в конце 2022-го, но не успела. Новый срок – конец августа этого года. Анастасия Дроняк расскажет подробнее. К строительству этого общежития приступили в мае 2020-го года. Изначально на проект из бюджета выделили 882 миллиона тенге. Тендер выиграла то, то ир. В качестве аванса подрядчику выплатили 30% от общей стоимости. Но уже через полгода начались проблемы. Было большое отставание от графика производства работ. Из-за этого с данной подрядной организацией были расторгнуты договорные обязательства. Было судимое разъебирательство, в ходе которых иск был в нашу пользу. В 2021 году в связи с пандемией была проведена корректировка проекта. С учетом прошлого проекта сумма удорожания состояла порядка 200 миллионов. И около миллиарда тенге этот проект стоил. В мае 2022-го к строительству приступила другая подрядная организация. Компания местная. Работы по графику должны были завершить в июне этого года. Но снова не срослось. Срок у нас был переводили. Потому что, во-первых, он шел после корректировки. И срок этот уже передвинутый. Срок сдачи объекта у нас 31 августа этого года. Освоение, выполнение порядка 70%. Сейчас ведутся внутри отделочные работы. Штукатурные работы уже закончены. Сейчас идет плитка, шпаклевка. Разводка по отоплению готова уже по 100%. И сейчас приступаем к фасадным работам. За ходом строительства следят и члены мониторинговой группы комиссии партийного контроля областного филиала партия МОНАД. Данный объект входит в их предвыборную программу. Как отмечают партийцы, проблема с отставанием по срокам характерна и для других строящихся в Петропавловске соцобъектов. Проблем на каждом объекте хватает. Есть моменты, связанные с тем, что не хватает рабочих рук. Это замедляет темпы строительства. Плюс у них возникают иногда проблемы по поставке необходимых материалов для строительства, что также влияет на сроки. Плюс идет удорожание тех же строительных материалов. Это, в свою очередь, ведет к удорожанию этого проекта. И, соответственно, некоторые проекты уходят на корректировку. Отмечу, что помимо общежития для студентов колледжа в сферу услуг, в областном центре строят еще два проблемных общежития. На 244 места для учащихся специализированной школы-интерната колледжа Олимпийского резерва и на 1200 мест для студентов местного вуза. К слову, на последний из республиканского бюджета выделили порядка 5 миллиардов тенге. Совершить работы планируют к концу года. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Петропавловск. Тестированием подростков на наркотики обеспокоены казахстанские родители. Напомню, в МВД предложили внедрить ежегодную проверку среди тинейджеров. Это часть концепции по обеспечению общественной безопасности. Проект документа разместили для обсуждения на сайте открытой НПА. Норму планируют запустить в ближайшие пять лет. Само исследование будет проводиться путем анонимных опросов. Мнения казахстанцев разделились. Это важно. Другое дело, как к этому подойти, чтобы не нарушить права детей, и в то же время побеспокоиться об их жизни, об их здоровье. Я отношусь к этому отрицательно. Контроль тут бесполезный. Надо проводить профилактику. Это должно стать обязательным, потому что очень много школьников сейчас этим злоупотребляет. Даже когда я в школе училась, такие ситуации уже были. Разработчики отмечают, что при тестировании будут работать по методологии европейского проекта школьных исследований. С помощью анкетирования определяют, был ли у ребенка алкогольный или наркотический опыт. Тем временем в Союзе родителей Казахстана переживают, что задумка провалится на этапе реализации. Например, опросники могут составить некорректно. Непонятно, какие это будут вопросы. Когда-то уже были тесты внедрены о превенции суицида. И эти тесты были не совсем, можно сказать, корректными. И по результатам лечили детей психотропными препаратами. Мы, как Союз родителей, вообще не хотим, чтобы это проводилось. Эфир продолжит авторская рубрика «Ергали Рамазанула. Экономика». Это новости экономики в студии «Ергали Рамазанула». Меньше 10 дней остается до возможного краха американской экономики. Мировой рынок в ожидании о противоборствующей партии США до сих пор не могут договориться. Главный вопрос – увеличивать ли лимит госдолга страны или нет. Республиканцы решительно против наращивания. А демократы не готовы снижать расходы. В Белом доме по-прежнему уверяют – дефолта не будет. Президент и спикер Маккарти накануне провели продуктивную встречу о необходимости избежать катастрофы для нашей экономики. Они оба подчеркнули, что дефолт исключен. Заявления республиканцев о том, что Белый дом не шевелится, нелепы. В Казахстане наблюдается бум электронной коммерции. Все больше товаров люди покупают на маркетплейсах. Такие данные приводят в бюро на статистике. За прошлый год казахстанцы закупились в интернете почти на 2 триллиона тенге. Больше половины от этой суммы пришлось именно на онлайн-площадки для продажи товаров и услуг. Среди самых популярных – услуги такси, а также бронирование билетов и доставки еды. Казахстан намерен производить экологичное авиатопливо. Точных сроков нет, однако тенденция намечена, заявил глава Казмуной Газа. В нацкомпании также отметили, что нашей стране рано или поздно придется перейти на эко-топливо, чтобы избежать штрафов от европейских коллег и снизить углеродный след. НПЗ готовится к производству авиатоплива марки «Джет-А1». Оно более безопасно, от него меньше выбросов, а двигатели с ним служат дольше. Сейчас главное – подготовить инфраструктуру под международные стандарты. Экологически чистое топливо. Сегодня оно является более дорогим в сравнении с традиционными. Но, однако, если мы посмотрим на те тренды, которые у нас есть, электромобили, они тоже были раньше дороже. Сегодня электромобили спокойно конкурируют с автомобилями на традиционных двигателях внутреннего сгорания. Поэтому все технологии имеют тенденцию дешеветь. И напоследок о ситуации с курсом валют. Тенге растерял почти весь однодневный рост. Доллар в обменниках продается по 446-448 тенге. Евро стоит в пределах 490. А российская валюта держится в пределах 5 тенге – 60 тен за рубль. На этом у меня все. Увидимся через неделю. Выставка результатов научной деятельности открылась в Алматы. Она заработала на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета. Свои научные проекты представили 20 организаций. Это разработки ученых в сфере агропромышленного комплекса, медицины и IT-технологий. Причем полностью готовых к коммерциализации. Сотрудники научно-исследовательского ветеринарного университета, к примеру, презентовали ветеринарные препараты. Один из них – диагностический набор для исследования коровьего молока на бруцеллез. Передается человеку через молоко. Поэтому диагностика, профилактика, лечение этой болезни имеет важную роль. Он считается экспресс-тестом. В течение одного часа непосредственно с молоком можно будет поставить эту реакцию и получить результат. Она проявляется в виде кольцевой реакции. Выставка имеет большое значение для развития научной сферы, говорят в фонде науки. На нее приглашены не только ученые, но и представители бизнеса. Представлены те завершенные научные проекты, которые готовы для дальнейшей коммерциализации, которые ищут своих потенциальных бизнес-партнеров, чтобы на взаимовыдных условиях коммерциализировать эти научные разработки. Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане. Правоохранители смогут работать с цифровыми следами, а также получать удаленные данные из памяти, например, смартфонов. Кроме того, благодаря идентификации личности по биометрическим данным, устройства помогут в автоматическом режиме устанавливать правонарушителей. Преступники и правонарушители должны почувствовать, что мы идем на шаг впереди. Вот это самое главное. Сегодня, к сожалению, они опережают нас. Сегодня мы боремся с последствиями. Сейчас мы разрабатываем карту возможных прогнозов преступления, в каком будет направлении идти, и всегда мы должны на опережение. Участкового голова должна поворачиваться на 180 градусов. Так о себе шутят столичные инспекторы. Впрочем, на работе им не до веселья. Задачи стоят серьезные. Профилактика рецидивной бытовой и алкогольной преступности. Напомню, глава государства подчеркивал, что участковый инспектор должен быть узнаваем, доступен и активно защищать права граждан. Получается ли это на практике, узнавала Дана Ермак. Мы находимся в районе старого ЖД вокзала. А это участковый пункт полиции под номером 63. Сюда горожане обращаются по разным вопросам. Кто-то потерял сережку, а кому-то нужна консультация. За работу пункта полиции по должности отвечает Рустем Крыкбаев. Тут семь участковых инспекторов. За каждым закреплен свой административный участок. Задач у стражей порядка много. Они должны обеспечить безопасность, пересекать правонарушения и помогать гражданам. Часто приходится разъяснять нормы закона, рассказывает майор Крыкбаев. Люди обращаются по утере. Паспорт, документы, сотовый телефон. Были ситуации, что даже кошки мешают, собаки лают, сосед кричит. Во всех ситуациях мы стараемся объективно разобраться. У участкового инспектора, у него голова должна кружиться на 180 градусов. А в том смысле, что он должен все наблюдать. Что он должен видеть. Прямо в правилах написано, инспектор должен знать особенности вверенного участка и иметь доверительные отношения с населением. Куаныш Тупаев обходит привокзальные улицы. Это одна из самых непростых территорий. Суета пассажиров, транспортный узел, много приезжих. Сейчас мы пойдем по прилегающей территории района ЖД вокзала. Это Барнасталка, Котпаново, Гетто и прилегающие территории. И на мой отместивный участок 351. Там мы обойдем наши остановки. Зайдем в кафе. Персонал этого кафе, увидев капитана, приветливо улыбается. Говорят, конфликтные ситуации между посетителями случаются. А потому хорошо знать в лицо тех, кому обращаться за защитой и помощью. У нас есть своя точка, кнопка ГБР. Вызываем охрану. Если конфликтные ситуации уже очень сильные, тогда мы обращаемся к нашему участковому. И он решает наши вопросы. Во дворе многоэтажки жительницы тоже сразу узнали своего инспектора. Говорят, тщательно изучили его фотографию и данные на подъезде. Район в целом тихий, но бабушки на чеку. Ну, слышали. Сейчас соседка выходила, говорит, шум был утром. Вчера, говорит, шум, вроде бы драка, что ли. На пятом этаже пьяные, пьянствовали, пьяные были. Спать не давали жить ночью, да. Куаныш, например, бабушка сказала, да, ситуация. Как вы решите эту проблему? Что вы делаете? Ну, на утро, когда приходят там, получается, ночные вызовы, мы у участкового утром работаем. На утро приходят, мы идем на этот адрес, открываем эту дверь, так как мы участковый, мы всех знаем, и оформляем по нарушению тишины. Сколько подобных обращений поступают в день, инспекторы стараются не считать. Во-первых, потому что отработать все равно нужно каждое, и много профессионального суеверия допускается. Дана Ермак, Боржан Жолдебалин, Астана, Таймс. Прямо сейчас на телеканале Астана сериал «Осмам». У меня на этом все, я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова